В эти дни подарить что-нибудь президенту или его детищу столице норовят многие. Причем идеи презентов, реальных или виртуальных, абсолютно разные. Кто на что гораст, как говорится. От юрты, обустроенной по последнему слову техники, до журчащего весеннего ручейка. Чтобы преподнесли казахстанцы к 6 июля, виновникам торжества выясняли корреспонденты. Две инновационные юрты с интернетом и солнечными батареями. В Алматы приготовили креативный подарок к очередной годовщине Астаны. К 6 июля предприимчивые казахстанцы обычно презентуют диковинные вещи, всевозможные рекорды и недешевые дары. В этот раз упор сделан на национальный колорит с модными нынче в стране инновациями. Привычную юрту оснастили солнечными батареями и беспроводной интернет-связью. А вместо войлока покрыли водонепроницаемой тканью. Теперь отсюда алматинцы предлагаются поздравить в онлайн-режиме жителей столицы. Умные юрты, что соединят Астану и Алматы, обошлись спонсором по 25 тысяч долларов каждая. Это очень красивый, современный, хороший подарок. И, скажем, ну, замжен будет всякими чудесами, такими как, скажем, на сегодняшний день чудесами. Солнечная батарея, спутниковое телевидение. В любой точке Казахстана, куда бы вы ни приехали, вы сможете всегда быть в курсе событий. Авторы проекта пока затрудняются сказать, кто примет в дар юрты – столичные власти или президент. Эта двойственность, кстати, порой подводит тех, кто спешит или кого-то ропит с подарками. Многим памятен тот момент, как создатель Астаны поделал тех, кто обещал к заветной дате духовный объект. 6 июля. Знаешь, знаешь, какой день? Знаю, Настанч. Джума как раз, начало. Вот, начало. Я в Джума хочу открыть эту мечту. День города, я имею в виду. Хорошо, Настанч. А ты подумал, что опять к моему дню рождения? Нет. Будет? Будет, Настанч. Красиво будет. Это люди ждут. Садитесь. Сроки сдачи и качество подарков особой гордости – еще одна головная боль. То ли столице, то ли ее создателя. В недостроенной пока мечети случился пожар. А новое здание медиа-центра на днях не выдержало ливня. Фото и видео этого мини-наводнения облетели интернет и СМИ. Не театр оперы и балета, так хотя бы его фойе. Власти хотели презентовать 6 июля. Но накануне даже сам Елбасы признал – закончить его успеет только к концу года. Так что ему осталось лишь пообещать – это будет самое лучшее здание. Вероятно, чтобы не попасть в конфузную ситуацию, депутат Мажелиса прошлого созыва Бахыт Сыздыкова на одном из сайтов предложила дарить главе государства духовные ценности. Правда, при этом отметила, что если и делать материальный презент, то ни много ни мало – храм всех религий. Женщина должна дарить не материальное, а духовное. Я бы подарила Нурсултану Абишевичу журчание весеннего ручейка. Яркий свет солнца, свежесть утреннего воздуха, синее небо над головой с белыми облаками и морской берег. Пафосные представления дорогостоящей подарки – это пережиток советского прошлого, объясняет политолог Расул Жумалы. Репутацию столицы Астане создают 14 лет. В 2008 году депутаты ей и автору подарили праздничный день в календаре. А вот рядовые казахстанцы теряются в догадках, что можно еще преподнести человеку, у которого все есть. Такого можно было подарить. Да, открыто что-то подарил. Потому что все есть. Ему просто нечего уже дарить. Я тоже не знаю. Наверное, у него все есть. Просто приятное пожелание. Здоровье. Комментируя тему праздничных подношений, политолог Жумалы заметил, Астана – самодостаточный город, и поэтому подарки в виде зданий, монументов и диковинных объектов должны лечь на плечи столичного бюджета. Именно Аккорда должна отказаться от финансирования Астаны всей страной. Людмила Экзархова, Мадина Мухамеджанова, Асан Амилов, Константин Федяев, Казахстан, Алматы. Спасибо. Спасибо.